В этом видео мы поговорим о плагине для Maya Kaifur. А конкретнее о том, как его установить, как добавить пресеты, как создавать Hairboard Project, как делать дубликат и редактировать пресет, как сохранить новый пресет и как работать с пресетами в проекте с Hairboard. Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Разжевываю все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за 1$, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Point, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на листезионном софте. Также отдельная благодарность компании EFIR. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где Вы можете задать все волнующие Вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и конечно же форум. Если Вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DDD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока. Так, всем привет. Сейчас я попробую рассказать, что я обещал по кайфур. То есть, как его установить, потому что я понял в этом тоже загвоздка и непонимание откуда берутся пресеты. Суть в том, что когда вы откроете subscription лиценз или... Короче, ту, которая 70$ или сколько она там стоит и которая 5$ подписки за месяц. У вас будет вот содержание на гамброде и будет папка kiforsource, kiforsource.old, kifur, have to install. Ну, короче, вы видите, что там будет. Так вот, вот эту папку он оставил, потому что там нет пресетов и многих типа чтоб не смущало это старая. Она не нужна нам. Вот, новая это чисто с моими пресетами, которые я создавал для него. И здесь kifur есть архив. Под мая 22, я думаю, вам не надо. Хотя тут я смотрю. Короче, бету лучше не трогать. Они всегда глючные. Я не рекомендую. Я использую обычный kifur. Вот. Когда вы скачаете... Давайте я скачаю, чтобы прям показывать архив. Попу-рум-пум. Давайте на папку. Так. Вот. Папка. Сюда я его скачаю, чтобы прям вам показать. Вот. Качаем kiforsource. Вот. Сейчас оно скачается. Я паузу пока поставлю. А так все скачалось. Сейчас я папку покажу. Смотрите. Когда вы скачаете, у вас будет архив kifursource и... Вот. 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 И kifur обычный. Ну, у меня единство, потому что я его качал до этого. Так. Вот. Kifur source. Тут еще одна. Короче, когда архив розетта. Вот. Вот это я все сейчас вырежу. Сейчас минуту kifur. Вот так вот kifur. Барам. Ну. Кайфур source. Все. Удаляем. У вас есть две папки. kifur source. Это папка проекта, которую нужно указывать. Сейчас покажу где. И kifur обычный. Вот это вот. Все. Здесь и память мне. Я не забыл ничего. Там, если что, инструкцию потом еще почитаете. Но я просто покажу. Я вроде ничего не забыл. Давно. А, вот. Инструкция есть. Installation. Что вы делаете? Вы делаете... Так. Сейчас. Ага. Короче, вот это все. Папку kifur. Ее нужно кинуть. Сейчас я вспомню. C. Документы. А, вот. Maya, по-моему. Здесь есть scripts. Ой, а что я ее так кидал? Вот. Заходите в версию вашей Maya. Scripts. И здесь будет kifur. Вот это все, что в папке kifur. Да. Эту папку сохраняйте, где вам удобно. То есть, это как бы папка проекта. С которым будете работать. Куда будут сохраняться все пресеты по волосам и так далее. То есть, я ее обычно храню копию. То есть, чтобы ничего не нарушить. И отдельно... Ну, то есть, вот так прямо беру, копирую. Вставляю, да. У меня есть копия, в которой я работаю. Ну, понятно, да. Там она будет... Я не буду ее еще скопировать. А есть конкретно папка, которую я не трогаю. На случай, если что-то поломаю вдруг. Вот. Это чистая папка. Здесь проекты и так далее. Ее мы будем указывать в работе SkyFur. Всегда вы ее указываете. Покажу потом, где. Так. Скопировали в мае. Это елки-палки. Вот SkyFur, да. Здесь есть шельф. Шельф этот нужно загрузить. То есть, взять вот так вот. Выделить. И здесь в мае... Надо сделать вот так вот. Сейчас. Вот эту, короче, нажимаем шестеренку. Load Shelf. И указываем путь. Загружаем. Вот. Ну, у меня он есть уже. Вот он. А шельф already existed. Ну, короче, вот он есть. Появится вот такой вот шельф SkyFur. И все вот эти иконки. Когда вы нажмете на вот эту вот иконку. У вас откроется SkyFur. И здесь выбираете, если у вас подписка, то Subscription. Если Perperual, то Perperual. Вот. Вот. Пишите свои данные. Ну, я их скрыл, естественно. И здесь есть SkyFur Project Path. Указываете путь как раз к вот этой папке. Вот смотрите, я вам прям укажу путь. Вот. Вот так вот. Вот путь. Нажав на вот эту. Ну, понятно. Да? Затем нажимаете Launch. Вот. Запустится SkyFur.Doc. И сейчас самое главное. Первая кнопка. Создает проект, в котором вы добавляете плашки. Плашки. А Create Grooming Project. Я не знаю. А, это, короче, для плашек. Оно вам не нужно. Ну, если вдруг захотите заморочиться, можете разобраться там. У него интервью посмотреть. Не интервью, а... Ну, вы поняли. Я обычно использую Create Grooming Project. Когда у меня есть плашки, чтобы работать с пресетами. И есть String Generator. То есть, создание плашек, когда вы хотите что-то создать. То есть, если нажать String Generator, он будет создавать свои пресеты. Вот. Ну, я обычно не создаю их с нуля. То есть, вот так вот. А я просто String Editor открываю. Здесь выбираю плашку. Ну, допустим, вот. Вот этот пресет. Ну, это предупреждает, что сцена откроется. Короче, да. Соглашаемся. Open Strand. То есть, открывается сцена с этим пресетом. Вот он. Красивый такой. Ничего не сдвигаем, ничего не передвигаем и так далее. Это самое главное. Допустим, я хочу его поменять. Назову его Curlus 002. Допустим. Что мы делаем? Вот это вот окошко. Я всегда перетягиваю на второй экран. Ну, так как я вам пишу видео на одном. Сейчас. Давайте я его пока уберу. Вот сюда. Не, я все-таки его уберу на то что. Вот. Все. Я убрал его пока на другой экран. Пока он нам не нужен. Смотрите. Все-таки покажу здесь. Выбираем этот Curly Hair. То есть, нужно обязательно его выбрать. Кликнуть на нем. В итоге у вас откроется X-Gen. Ну, то есть, будет он. Мы можем здесь редактировать. В Modifiers я, когда пресет создавал, я добавил кучу модификаторов. Можно их выключать. Вот. Видите, да. И теперь смотрите. Можно показать гиды. Можно скрыть волосы. И, допустим, если гиды все выделяются. Если выбрать гид и, допустим, сделать... Что же с ним сделать? Допустим, давайте я... Так, эту сетку я сейчас скрою. Смотрите, как ее скрывать я покажу. Чтобы она пока не отвлекала. И что сделать? Ну, это как пример я показываю. Я не буду это сохранять. Хотя сохраню, чтобы вы разобрались. Все равно это тестово. Вот. Допустим, я уменьшу вот так вот. И если в X-Gen перейти, можно еще и расчесывать. Там, по-моему, сейчас как-то... Я забыл, как открывается... Вот. Ctrl-Alt. Средняя кнопка мыши. Открываются все инструменты. И вы можете выбрать... Скальбераж, который можно вот расчесывать. Например, расчесали вот так, да? А если сейчас я обновлю волосы. Вы увидите такой вот результат. Затем включаем Clumping. Clumping 2. Clumping Coil. Допустим, здесь я поменяю там на 2. Вот так вот, да? Или на 1 даже. Какой-то вот такой вот будет пресет. Cut. Там можно настроить и noise. Все вот эти noise есть в expression. Вот смотрите. Noise expression. Он настраивает прям как в Anrax Trixie Freeze. То есть вот можно все это настраивать. Float. Я уже не помню что. Ну, тоже какой-то noise там. Короче, вот эти ползунки вы можете крутить. Это random и всякие там. Не важно. Вот. В CATе тут по-моему есть CAT expression. А! Это обрезка еще есть в CAT. Я уже не помню что это дело. Короче, все эти ползунки крутим, настраиваем. Ничего сложного в принципе. Вот у вас есть пресет. Что с ним можно сделать? Во-первых, вот здесь вот выбираем. Ну, white оставляем. Смотрите. Настраиваем камеру. Убираем сам... Как его? Scalp piece. Он нам не нужен. Вот. Будет такой этот. Alt-B. Нажимаем. Меняем фон на черный. Take picture. Вот. Есть пресет. Ой. Сейчас я его сохраню как... Надо было делать дубликат. Я забыл сказать. И если нажать save strand, он будет сохранен. Но я не буду сохранять. Понятно, да? Причина почему. Я нажму close. Strand editor. Вот. Смотри. О, я уже его сохранил как этот. Блин. Нажимаем duplicate. Здесь пишем имя 02. Create. Вот поэтому я папку создаю иногда отдельно. Вот. Будет создан Curlilus 002. И теперь если я его сделаю допустим. Вот так вот. Take picture. И сохраню. То он будет сохранен как отдельный ассет. Смотрите. В trend editor. Вот. Он сохранился. Curlilus 002. Это что касается пресетов и их создания. Если что-то будет непонятно. Пишите отдельно. Запишу еще видео с объяснением. Вот. Теперь. Как редактировать то, что вы сделали на hairboard. Давайте создадим новый hairboard. Я назову его там. KFU. Test. Create. Нажимаем. Далее. Что мы делаем? Ну вот. Мы создали hairboard. Вот он есть. Включаем взглаживание. Чтобы этого не было. Ну поняли, да? Добавляем пресет. Например, вот такой вот. А потом еще какой-то вот такой вот. А потом еще вот такой вот. И еще вот такой вот. Вот. У вас 4 таких штуки. Каждую мы будем двигать. Ну сейчас неважно их расположение. Думаю понятно, что вы будете выравнивать там. Вот. Обновляем волосы. Вот. У нас есть 4 пресета. Как редактировать какой-то из них? Просто так их выбирать нельзя. Но можно выбирать в самом KFU. Они у вас здесь. Вот. Outliner. Они здесь. Мы их выбираем. Т.е. Допустим, я хочу Strand 0.4. Я выбираю. Кликаю. Проверяю, что это за Strand. Вот здесь вот. Вот. Это у меня вот здесь вот. Его я могу редактировать. Показать гиды. Допустим. Ctrl-Alt. Средняя кнопка мыши. Scaling Brush. Могу расчесать. Если я обновлю. Вот. Видео. Он обновился. Итак. Редактируем. Сохранить это нельзя. Ну. Т.е. Здесь нельзя. Это нужно. Принцип работы в KFU. Такое. Что сначала вы создаете пресеты. Которые у вас есть в библиотеке вот здесь. И потом уже в Hairboard Editor в них работаете. То есть. Здесь их отсюда. Прям туда сохранять нельзя. Это нелогично. Потому что каждый пресет. Это отдельная сцена. И если вы сейчас сохраните пресет. У вас будет вот это все. Зачем оно вам нужно. Поэтому. Прежде чем заходить в Hairboard Editor. Вы просто создаете сначала в Trend Editor. Копию. Чего-либо. Т.е. правая кнопка мыши. Дупликейт. Потом с этой копией работаете. Т.е. на нее кликаете. Open Strand. Все. С ней работаете. С черным фоном. Делаете. Скриншот. Чтобы потом не путаться. Что это. Take picture. Save Strand. Все. У вас готово. Save Strand. Close. Все. У вас в Strand Editor он будет. Потом. Когда нас создавали пресетов. Но их очень много. Я думаю. Вам не надо оброчно их создавать. Если не хотите создавать пресеты. Работайте с моими. Т.е. Нажимайте Create Hairboard. Или загружайте свой уже проект. Вот у меня кайфур тест. Д. Все. Потом. Просто. Загружаете. Там. Пресеты. И. С ними. Работаете. Выделяете. Вот здесь. Вот. Вот так. Выделили. Работаете. Проверяете. Работает. Выделяете. Там. Редактируете. Обновляете. Все. Сохраняете. Рендерите. Урок. Как записывать. Как рендерить текстуры. Уже я говорил. Потом. Когда поработали. С проектом. Его. Сохраняете. Запекаете. И так далее. В принципе. Все. Это все. Что я хотел показать. В этом видео. Если будут вопросы. Пишите. И еще. Что-нибудь разберу. Как-то так. Такое. Вот. Эксклюзивное. Видео. По кайфуру. Часть 2. Всем мир. Василий. Кто. 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 Выб antes. Терпедер. Выб primera точка. Потк. В д нож. Н cara. Продолжение следует...